Здравствуйте, мои дорогие друзья, и добро пожаловать в игру СМС-4. Мы с вами продолжаем восторгаться и изучать мир кошек и собак. И так, как я и обещала, мы попробуем с вами построить ветеринарную клинику. Мне кажется, это будет достаточно интересным процессом. Но перед началом, я думаю, что просто так строить ветклинику будет не очень интересно. Поэтому я решила, что нам нужно создать с вами главную героиню, и она у нас будет зваться Софи Ларсон. Кратенькая предыстория. Молодая девушка живет в Бринглтон-Бэй. Возможно, она недавно переехала, и она очень-очень сильно любит животных. Она хочет им помогать, хочет их спасать, хочет завести своих животных. Ну и, в принципе, знаете, такая вот добрая-добрая дамочка. И мне кажется, как раз вот ветклиника для нее подойдет как нельзя кстати. Кстати, кстати-кстати, этот костюмчик у нас и волосики тоже из нового дополнения. Также я вам хочу сказать, что, как видите, у нас немножечко поменялся фон в кассе. А все почему? Потому что игра только-только у нас вышла. Она у нас такая вот свеженькая из печи. И не все моды нормально работают с игрой. То есть я как бы включила моды обратно. Вы видели, что прошлые два ролика у нас были без модов. Я включила моды обратно, и игра вообще не загружалась. То есть там вообще голяк был. Поэтому я решила, что нам стоит с вами попробовать поиграть без модов. Да, ребята, это у нас такой вот ванильный симс. Я думаю, что мы купим тот же участок, что и в прошлом ролике. Потому что он мне очень понравился. Он небольшой, но там есть парк. И если наша София заведет себе животных, то ей будет как раз куда их водить, где их выгуливать и где тренировать. Итак, ребята, вот он наше место для развлечений. Прекрасно. Я думаю, что мы в принципе в итоге, наверное, купим клинику, которая будет находиться рядышком. То есть мы снесем вот эту клинику и построим какую-нибудь свою интересненькую. Но для начала я бы хотела для нашей Софии построить свой домик. Домик я буду строить с помощью всех материалов, которые есть у нас в игре. То есть из нового дополнения. Постараюсь использовать по максимуму. Что получится, что не получится, не знаю. Я думаю, что для домика я использую коды. Для ветклиники я использую коды. Но для жизни, если вы захотите, ребят, чтобы мы с вами поиграли за эту девушку, может быть, она будет искать свое счастье, найдет своего принца, друга, возлюбленного. Может быть, с помощью собаки, кошки она найдет, кого-нибудь себе. Ну, в общем, молодого человека, построит семью. Может быть, у нее начнется целая империя ветеринаров. Посмотрим. Если вы этого всего хотите, то, друзья мои, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Обязательно, чтобы не пропустить, если мы с вами начнем такой вот интересный летсплей. Ребята, вы посмотрите! Котофеич в шляпе и с бабочкой. Ребят, я такого еще не видел. Давайте, может, хотя бы познакомимся. Осторожно, привет. Давайте, самое дружеское. Мы с вами супер дружеская дамочка. Слушай, ну, стоять втыкать я тоже могу. Ну, там Котейкин убегает. Поздоровайся. Слушайте, и там Котейкин. У нас одни котейки здесь. А можно с тобой поздороваться? Привет, я тебя могу накормить, если ты со мной поздороваешься. Слушайте, модов у нас здесь нет. Ребят, у нас игра глюч не должна, поэтому давай, пожалуйста, поприветствую. Как тебя вообще зовут? Бездомный мэр Усиков. Слушайте, я бы себе завела мэра Усикова. Хорошо, что с тобой можно сделать? Давай осторожная, осторожная. А ты у нас кто? А ты у нас просто Рэд. Мяу, мяу. Чего ты втыкаешь, дорогая моя? Тело просто стоит себе и... И стоит и ничего не делает. Ладно, ребят, не хочет она пока что с мэром знакомиться и не надо. Мы тогда с вами просто сейчас построим маленький, но уютный домик для нашей Софии. Потому что ей же жить тоже где-то нужно. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 только после того, как у нас здесь будет, наверное, размещено все необходимое для жизни наших питомцев. Давайте проверим. Окей, допустим, я добавила кормушку, я добавила несколько ковриков, пищу. Ну, ребят, как вы понимаете, у нас нигде инструкции по приему животных нет, поэтому чего-то я могу не знать, поэтому просьба особо нервных, пожалуйста, держите при себе нервы. Серьезно, это очень важно. Так, ну что, давай попробуем еще раз. Может быть, сейчас... Ребята, к нам мальчики пришли, то есть мы тут животных. Так, я хочу все-таки Кио. Слушайте, думаете, Кио и Такера, взрослый самец. Давайте двух сразу? Ну, у нас тогда двое, и как бы... Как бы пусть будет двое. Попробуем сейчас с ними подружиться. Нам может быть... У меня есть два предположения. Либо мы должны подружиться с животными, либо должен прийти эксперт и... Так, а ты кто? Блу, блин, ты уже кому-то принадлежишь. Либо должен прийти эксперт и посмотреть, что у нас есть для жизни животных, либо же... Либо-либо... Мы должны подружиться с животными. Вот тут я вижу только два варианта. Так, ну и... Слушайте, а будет очень смешно, если мы уже деньги потратили, как бы... Где? Где эксперт? Да ладно, вы что, шутите? Типа один раз пришел, и все, и до свидания, и я вам не разрешаю заводить животных? Нет, ну, ребята, это вообще будет нечестно. Тогда, конечно, займемся клиникой. Слушай, а ты чей-то, а или ты не чей? Товарищ Блу. Взрослая. Давай подружески поприветствуем. Блин, к нам там, правда, мужчины пришли, но я думаю, что мужчины гораздо... Дольше могут подождать, чем животные. Привет! Привет, красавчик! Слушай, у тебя какая-то кожа такая интересная. Я слышу, котейкина. О, мы теперь друзья, давай мы с тобой подружимся. Мы должны... А, у нас тут еще люди, правда, стоят, но ничего страшного. Давай мы тебе поднимем настроение. Тебе смешно представимся. О, он пришел, пришел, ребят, пришел. Так, ну и... Так, давай... Нет, чувак, не ты должен дружески приветствовать. Так, а что у нас тут с котейкиным происходит? Что-то нам с котейкиным не везет. Ладно, пошли с людьми поздороваемся. А потом подойдем к нашим щеночкам. Какого нам не рады? Вот, короче, проваливайте. У меня тут щенок приехал. Так, ну и что ты мне скажешь? Привет! Кия, ты со мной приютить... О, да, вот, все, ребят. Теперь вы можете хоть понять, как это все делается. Как завести питомца? Да, забота о новом питомце, дело ответственное. Кия, а как у нас ее будет звать? Кия, Кия. Давайте Кия Капу. Давайте Кия Капу. Я не знаю, что это у нас за имя такое забавное, но оно слишком... Посмотрите, ребята, мы завели щеночка. Мы завели щеночка. Ммм, как это мило. Так, а ты, мой дорогой, к нам пришли жрать. Давай-ка мы самое дружеское приехать и чуть-чуть двоих завести, ребят. Нет, почему-то... Он к нам тогда приехал, ребят, неспроста к нам пришел Такер. Ну что, будешь с нами дружить? Давай-ка мы тебя попросить сходить в туалет. Вы хотите приютить? Да. Такер, Васильев. Давайте будет Такер Бар. Мы будем сокращение использовать. Ооо, посмотрите, как это мило, блин. Какой няшный, пушистый чау-чау. Ой, посмотрите. Ребята, только эти обнимашки заслуживают ваш лайк. Так, давай-ка наполним кормушку. 40 семиллионов. Отлично. Я думаю, что мы оставим расписание каждые 12 часов все-таки, чтобы наши собачки не объедались. Ну а теперь я хочу прикупить клинику, друзья мои. Я хочу, вот так, выложить, выложить. Я хочу ветеринарную клинику. У нас с вами появилось двое собак. И кто-то должен будет их лечить, вы же это понимаете. И нам сейчас нужно найти ветклинику. Мы сегодня попробуем хотя бы ее начать строить. Ну или хотя бы мы ее построим. А, наверное, уже в новой серии мы посмотрим, как она у нас будет функционировать. Потому что, честно говоря, мне будет это реально интересно. У нас сегодня такая серия, получается, двойных построек. То есть мы как бы посмотрели... Так, вот это у нас клиника. Да, я хочу ее купить, но без снести все. Мы свою собственную клинику построим. У нас все будет собственное. Итак, мы сегодня с вами будем пробовать действительно использовать режим строительства. То есть посмотрим, как он, в принципе, здесь у нас реализован. Ну, мы уже с вами домик построили. И мне лично он очень нравится. Да, он у нас такой вот не в стиле современности. Он действительно у нас... Да, ребят. Я думаю, что нам сейчас нужно будет немножечко подкинуть денежек. И сделаем еще один перевод в нашу клинику. Так, деньжата, деньжата, деньжата. Из ветклиники, значит, давайте-ка переведем 100 тысяч. Просто мы хотим с вами же построить хорошую действительно клинику. Потом мы эти денежки снимем. Ну, чтобы у нас, как бы, понимаете, хочется действительно поиграть в такой вот настоящий летсплей. Кстати, знаете, что мне нравится? Мне нравится, что у нас тут рельеф травы. Ну, не рельеф, нет, это не рельеф. Это именно оттенки травы. То есть получается все-таки все плоское. Но, честно говоря, мне вот такая трава нравится больше. Да, друзья мои, у нас сейчас ветеринарная клиника владения, как видите, чтобы знать больше. Так, это нас не интересует. Значит, сегодня мы с вами попробуем построить ветклинику. Наш домик уже готов. Вот он, наш домик. То есть нам практически всего режима строительства хватило из нового дополнения. Дополнения хватило, чтобы построить вот такой вот домишко. Да, конечно, там холодильники и прочее мне пришлось использовать из классической игры или других дополнений. Но, в принципе, как видите, вполне такой вот себе симпатичный домик получился. Ну, а сейчас мы посмотрим, чего же нам хватит для постройки ветклиники. Чего не хватит. И вообще, в принципе, как же у нас будет выглядеть ветеринарная клиника в Sims 4. Ну что, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 нос и так далее. Самая дружеская приветствия. Давай, поприветствуем. Так, все. До свидос. Подождите, это моя собакена. Я хочу обслужить. Такс. Я не могу обслужить. Теперь мы друзья. Что случилось? Расскажи мне. Так, ты можешь идти. Я сама поработаю. Погладь. Его нужно ветеринар. Так, я есть ветеринар. Что это? Что случилось? У тебя начать процедуру. Давай начинать. Просто же... Ух ты, какой молодой человек. Мужчина, будьте любезны. Давай начнем осмотр. Хорошо. Мужчина. Пожалуйста, дайте меня смотреть животное. Какой няшный песик, ребята. Мне интересно, как мы сможем подлечить. Слушайте, а сколько народу пришло? Ребята, у нас тут как бы уже люди пришли. Такс, ну что, поехали. Ну, раз ты у нас такой вот голубой, то я думаю, что мы начнем кожу шерсть осматривать. О, что вы мне скажете? Светящийся нос. Давай-ка померяем температуру. И что нам показывают? Отлично. Давай успокоим тебя. И потом осмотрим, заглянем в карту, осмотр пасти. Давай-ка мы послушаем дыхание. Не боись, все будет зашибись. Я прямо в рифму говорю. Такс. Слушайте, как здорово. Мне нравится. Смотрите, как оно все классно смотрится. По-моему, у нас хороший врач из нас получится. У нас, знаете, такой сразу интересный пациент получается сегодня... Ой, тихо, не спиши, пожалуйста. Мы же хотим посмотреть. Все? Довольны? Такс. С дыханием проблема или с чем? Не, ребят, не с дыханием. Скорее всего, надо сердце. С сердцем у него может быть проблема. Слушай, сердце. Ну, давай, послушай. Чего ты такой бяка? Не приходится ждать? Ну, спасибо. Не бойся. Опа! Мы сделали зимняя лихорадка. Так у нас же еще зимы нет. Защитный воротник, лекарство панацея. Ну, давай. Топчи давай. Топчи. Вкусно? Ура! Ребята, мы вылечили пациента. Так, тут я смотрю, что кто? Опять Клео, что ли? А, док, я уже думала опять к нам Клео. Опять Котяшник. Котяшница. Кошатница пришла. Ой, ребята. Я чувствую, что она всех своих кошек приведет. Ну, что, друзья мои. Давайте посмотрим. А, все. Ой, смотрите, как классно. Чикито, мы тебя... Нет, не надо поощрять плохое поведение. Не надо. К нам кто-нибудь еще пришел? Или пока что только Кошатница, не? Все, ребята. У-ху-ху. Дамочка. Боюсь, что ваши собаки какие-то... Как бы, это... По-моему, над вашей собакой феи какие-то летают. Так, все. Вы свободны. Отлично. А что у нас там, кстати, дружелюбное действие с животными 12 раз. Вы что, издеваетесь 12 раз. Привет, собак. Как твои дела? Ты даже за голубями не бегаешь. Так, теперь мы с тобой, друзья. Утешить, поприветствовать пациента. Так, здравствуй. Ну, не грусти, пожалуйста. Господи, какая... Какая грустная собачка. Такс. Так, не знаю, что происходит с моим питомцем по кличке Венди, но явно что-то нехорошее. Вы сможете ей помочь? Ну, вы какие-то глупые вопросы задаете. Ну, конечно. Начать осмотр. Поехали. Пошли. Ты от нас... А, это от нас ушла. Это Чикита или как она там? Чита, Чикита. Чик, чик, чик. Пошли, давай. Не будем никого задерживать. Кошатница тут явно понравилась. Давайте вообще посмотрим, что у нас по рейтингу-то. Смотрите, время ожидания. Хорошая возможность и стоимость обслуживания. Снизить наценку, повысить качество поставок. Атмосфера. Убраться или добавить более качественную мебель. Не поняла. У нас и так тут все очень качественное. Нифига себе, какие капризные. Кстати, нам действительно надо будет что-нибудь тут изготовить, создать. Лакомство, хирургическая камера, стол для... Когда мы с вами сделаем паузу в нашей работе, то, конечно же, мы должны будем что-нибудь вкусненькое создать. Так, здрасте. Ну, смотрите, у нас осмотр. Значит, мне кажется, надо глаза посмотреть. Ой, ребят, собакен-то нервный. Давай мы тебя успокоим. Блин. Может быть, и не с глазами. Ага, исключительная вялость. Хорошо. Какой же он круст. Мне кажется, что еще... Смотрите, быстро очень дышит. Так, успокаиваем. Так, кожу, шерсть. Слушай, дыхание. Я знаю, что можно заглянуть в карту, но мы же с вами любим экспериментировать. Так, пока что у нас два отзыва, да? Так. Что ты мне скажешь? Отлично. Вялое сердцебиение. И давай-ка перейти к хирургической камере. Ух ты. Смотр пасти, проверить уши, температуру. Давайте кожу шерсть, может. Хотя вряд ли кожа шерсть. Сомневаюсь. Ну, все равно посмотрим. Э, ничего не дало? Что ты с головой? Да, правильно. Воспаленное жир... Так, глупо... Синдром глуповатой собаки, ребят. Ой, тихо, тихо. Блин, зачем мы тебя успокаиваем? Так, лечение. Давай-ка мы тебе противогрибковый спрей. Защитный воротник. Ребят, вы посмотрите, сколько народу. Ой, как плохо. Помните, мы видели в этом самом трейлере эту кошечку? Как же это миленько, ребята. У нас тут проблемы, у нас ЧП, а тут народу слишком много. Так, молодец, Софи. Ты все сделала правильно, и я, честно говоря, очень рада, что у тебя все получилось. Я думаю, что, ребятки, сейчас нам стоит с вами сделать перерывчик. Мы открыли с вами ветеринарную клинику, и мне кажется, это очень здорово. К нам начали приходить клиенты, и мы уже даже несколько животных успели вылечить. Это же просто великолепно. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Возможно, вы что-нибудь интересненькое для себя подчеркнули, как по строительству дома, так и по строительству своей ветклиники. И если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайк, и нажимайте на колокольчик возле подписки, чтобы не пропустить новые серии. Ну, а я вам желаю только позитива и добра. Увидимся уже в новой серии. Пока-пока!